Приветствую вас, друзья! Т-14 «Армата» публика впервые увидела в 2015 году, незадолго до парада в честь Дня Победы в Москве. Тогда же этот танк впервые и оконфузился, заглохнув прямо на Красной площади. Сдвинуть с места его пытался тягач, но безуспешно, ведь заклинила трансмиссия. Понятно, что техника сырая, необкатанная и с ней может произойти все что угодно, но вся суть гораздо глубже. «Армата» разрабатывалась с 2009 года как продолжение советских наработок с концепцией необитаемой башни, когда все члены экипажа, а в «Армате» их три, находятся в бронированной капсуле отдельно от боекомплекта. Танк создавался под конкретный двигатель, а не наоборот. Для движения 55-тонного танка был выбран двигатель А85А3, разработанный Челябинским КБ «Трансдизель». Это четырехтактный X-образный 12-цилиндровый с газотурбинным надувом с промежуточным охлаждением воздуха и прямым впрыском топлива двигатель мощностью 1500 л.с. Если двигатели, которые устанавливают на Т-72, Т-90, БМП-1 и БМП-2 являются дальнейшей модернизацией дизельного двигателя В2, который был разработан в 1931 году и устанавливался на Т-34, то А85А3А к семейству двигателей В2 никакого отношения не имеет. Он был создан КБ «Трансдизель» в начале 90-х годов как агрегат для компрессорных нефтегазоперекачивающих станций. Этот двигатель не является российской разработкой. Он слизан со старого немецкого двигателя австрогерманской фирмы «Зиммеринг» и «Порше», которые разработали двигатель SLA-16 для танков «Тигр» и «Королевский Тигр». Правда, немецкий двигатель был на 16 цилиндров, а этот на 12. Двигатель получился тяжелый, сложный и ненадежный, поэтому он никого из зарубежных покупателей не заинтересовал. А85А3А нуждается в постоянном техническом обслуживании, причем опытными техниками и инженерами. Массовый выпуск данных двигателей до сих пор не налажен. В качестве основного орудия на танке установлена 125-мм гладкоствольная пушка 2А82, разработанная в 90-х годах и предназначена для модернизированных Т-72 и Т-80. Изначально планировалось на «Армату» установить более мощную 152-мм пушку 2А83, но на деле реализовать это так и не получилось. Благодаря необитаемой башне 2А82 для «Арматы» лишилась эжектора и получила новый автомат заряжания. Боекомплект пушки составляет 45 снарядов, скорострельность 10-12 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы до 8 километров. На боевом модуле сверху башни, который вращается на 360 градусов, установлен 7-62-мм пулемет ПКТ-М с боекомплектом 2000 патронов. Спаренного пулемета с пушкой нет, так как амбразура, находящаяся рядом с орудием, является очень ослабленной зоной, которая может привести к поражению танка. Броня танка многослойная комбинированная. По бронестойкости броня башни танка приравнивается к гомогенной броне толщиной порядка 1000 мм при попадании подкалиберных снарядов и 1600 мм при поражении кумулятивными боеприпасами. В качестве дополнительной защиты используется динамическая броня Малахит и комплекс активной защиты Афганит. Производитель утверждает, что Афганит способен бороться со снарядами и ракетами противника на ближнем расстоянии. Активной защитой покрыта передняя полусфера танка. Пусковые установки состоят из лафета, вращающегося в вертикальной и горизонтальной плоскости. Радар обнаруживает ракету или снаряд на подлете. Башня автоматически разворачивается в его сторону, чтобы встретить удар максимально бронированной ее частью. А когда ракета находится на расстоянии в 15-20 метров от танка, мортиры выстреливают в ее сторону заряд, способный нейтрализовать ракету. Что касается ракеты ПТУР, я еще поверю. Но как выстрел из небольшой мортиры может остановить подкалиберный снаряд с огромной скоростью и кинетической энергией, непонятно. Блоки динамической защиты Малахит, по заявлению конструкторов, способны выдержать попадание любого РПГ. Но при этом есть большая вероятность выхода из строя электроники, находящейся в танке, и вывода из строя экипажа вследствие контузии. Танк уничтожен не будет, но продолжать боевые действия уже не сможет. Для повышения эффективности стрельбы используется система управления огнем. Она обеспечивает точное определение координат цели, ее захват и сопровождение в автоматическом режиме, наведение вооружения и корректировку баллистических параметров стрельбы. Информацию снимают датчики, установленные на крыше танка. К ним относятся приемники ГЛОНАСС и навигационные приборы, гироскоп угловой ориентации, датчики параметров ветра, температуры и влажности внешней среды, а также изгиба ствола при нагреве. Основной прицел наводчика многоканальный с визирным и тепловизионными каналами, лазерным дальномером, встроенным лазерным каналом управления. Дальность распознавания целей типа танк через визирный канал до 5000 метров и до 3500 метров через тепловизионный канал. Максимальная дальность измерения дальномером 7500 метров. Прицел командира комбинированный панорамный с телевизионным и тепловизионными каналами, лазерным дальномером с такими же характеристиками. Также имеется еще и третий прицел-дублер. На башне по кругу установлены 6 камер с высоким разрешением. Стабилизатор вооружения усовершенствованный двухплоскостной с электромеханическим и электрогидравлическим приводом. Т-14 создавался как составляющая сетицентрической системы, когда он с помощью РЛС обнаруживает цели и делится информацией с другими танками, БМП и САУ, которые также должны быть укомплектованы специальным оборудованием для приема и обработки сигналов целеуказания. Однако не стоит забывать, что если армата с помощью РЛС видит противника, то и противник по излучению РЛС видит армату. В западной технике, использующей РЛС, есть режимы снижения мощности излучения в зависимости от близости цели, чтобы меньше демаскировать источник. В армате такого нет. Поэтому при включении своей РЛС, армата становится прекрасной целью для противорадарных ракет и другого оружия, которое есть на поле боя. Все его комплексы динамической и активной защиты рассчитаны на несколько попаданий и очень быстро могут быть израсходованы. Что касается внутренней начинки танка, то она не российского производства, а из стран загнивающего запада. Тепловизоры, используемые в армате, французские, а вся микроэлектроника американская, японская или корейская. В условиях действия санкций Россия не получает эти важные комплектующие. Стоимость изготовления образцов арматы оценивается в 8 миллионов долларов за единицу, а с учетом планировавшихся объемов производства, стоимость танка должна была снизиться до 4,5 миллионов долларов. В 2015 году генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, что до 2020 года российская армия получит 2300 танков армата. Однако на данный момент их изготовлено всего около 30 единиц. Производственных мощностей для арматы попросту нет. Программа по строительству новой производственной линии для арматы провалилась. На возведение цехов и закупку западных станков было выделено 64 миллиарда рублей. В итоге нет ни цехов, ни станков, а деньги, как всегда происходит на России, разворованы. Те 20 или 30 изготовленных армат на ход боевых действий повлиять не смогут. В британской разведке полагают, что их могут перебросить в Украину в пропагандистских целях, но активно использоваться в боях эта техника не будет. Она не будет прорывать оборону. Максимум арматы будут двигаться во втором, а то и в третьем эшелоне за танками Т-72. И только в том случае, если Россия пойдет в наступление. При обороне арматы использовать опасно, так как если танк подобьют или подведет двигатель и трансмиссия, его попросту не успеют эвакуировать и он попадет в руки ВСУ. А соответственно, будет полностью рассекречен. Армата – это коммерческий и пропагандистский проект России, который полностью провалился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова